Детские игры 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 В белорусском мире моды случилось важное событие. На фэшн-небосклоне загорелась еще одна яркая звезда. В столице открылось международное агентство Dolce Vita. Уже пять лет они куют молодые фэшн-кадры для лучших подиумов индустрии красоты. Стать моделью может каждый, агентство Dolce Vita не раз это подтверждало. Лучшие педагоги, интенсивные тренинги и много-много практики. Курсы агентства будут интересны тем, кто хочет стать увереннее в себе, отточить навыки дефиле, ну и, конечно, покорить модные показы. Друзья мои, это первое наше такое действительно важное большое событие. К слову о показах, агентство Dolce Vita решило доказать, мода не нуждается в высоких подиумах и вычурных нарядах. Его воспитанники организовали фэшн-шоу прямо посреди торгового центра. Юные модели буквально парализовали работу магазинов. Ведь покупатели не могли устоять перед красотой и баянием ребят и останавливали, чтобы запечатлеть на телефон все, что происходит на подиуме. К слову, Dolce Vita это не только модельная школа, а еще и актерские курсы. Но любому, даже юному артисту, нужно вдохновение. А потому агентство постоянно приглашает известных актеров, чтобы они провели для ребят мастер-классы. На этой неделе творческую встречу организовал Сергей Селин, звезда сериала «Улица разбитых фонарей». Он ответил на самые интересные вопросы публики, а еще рассказал, как достичь успеха и раскрыл некоторые тайны съемочного закулисья. Наши корреспонденты тоже побывали на мастер-классе, так что смотрите интервью с Сергеем Селиным через пару минут. Еженедельно наши юные корреспонденты напрашиваются в гости к самым известным артистам и звездам. В этот раз мы пообщались с Сергеем Селиным. Его любят за «Улицу разбитых фонарей», «Протанов», «Выкрутасы» и еще за многие другие картины. Хотите узнать, какой Сергей в обычной жизни? Тогда двигайтесь ближе к экранам. Всем привет! Сегодня у нас в гостях актер, которого вы хоть раз видели на экранах ТВ. Заслуженный артист России Сергей Селин у нас в гостях. Здравствуйте, Сергей! Спасибо, что согласились на интервью. Расскажите, бывали ли вы вообще в Минске раньше? Да, я бывал в Минске и не раз, и не два, и не три. Я очень люблю город, вообще люблю Беларусь, люблю людей, которые здесь проживают. Мы прям по-настоящему в браке, россияне, белорусы. Вот, и есть повод, он однозначный повод гордиться вами и сидеть. Ну, то есть, безусловно, всегда смотрим, слушаем, что у вас происходит. Ну, в общем, мне вот, я с удовольствием приезжаю, мы играем спектакли, играем спектакли часто здесь достаточно. Последние два года, по-моему, городов 10 мы объехали со спектаклем. Очень хороший зритель, принимает всегда, очень здорово. В финале прям встают, аплодисменты, очень приятно, цветы давят. Приглашают домой, угощают. Ну, это же нормально, то есть, это нормально. К сожалению, многое уже забывается, вот тогда вот так вот. Но, конечно, ваше гостеприимство, ваше радушие такое, это дорогого стоит. Поверь, пожалуйста, особенно сегодня такое не совсем простое время. Вот в системе взаимоотношений между людьми, вообще друг с другом, перестали ходить друг к другу в гости, перестали общаться. Вот телефон у нас есть, все, алло, алло, как дела, нормально, у меня нормальный, все, вот и пообщались. Раньше, когда же не было телефонов, но я имею в виду сотовых телефонов, мы приезжали в гости, если надо было встретиться, мы встречались. А сегодня зачем встречаться? Можно же позвонить и сказать, ты знаешь, извини мне некогда, у меня тут колесо спустило, на самом деле оно нормальное. Ну, можно же сказать, кто проверит? Причем на той стороне, ну, да, на той стороне человек прекрасно понимает, что ты, возможно, лжешь, но все уже так, знаешь. А, ну да, ладно, хорошо. А раньше это была обида, мы договорились и не встретились. Предположим, это была обида, и обида могла быть еще, знаешь, на всю жизнь оставшуюся. Ну, сегодня вот такая вот у нас коммуникация такая вот. Расскажите, что привело вас сегодня сюда? Ну, вот, существует такая вот же во многих городах России, вот уже Беларусь, потом Казахстан, здесь тут такая школа, которая называется Дольче Вика. Я присутствовал при создании этой школы, потому что моя знакомая Лаура, да, вот она как-то смогла это организовать, и многое поначалу, может быть, и не получалось. Ну, я поддержал ее просто, и поэтому периодически она звонит мне, и приезжаем, такие вот, ну, творческие встречи, скажем так. Хотя, может быть, и школа не нуждается в таких встречах, я так не думаю. Ну, может быть, мы каким-то образом еще, если честно говоря, чуть-чуть поддерживаем имид школы. А вот и там, поверьте, достойные люди, ну, то есть поддерживают. Но я могу сказать, что я видел ребят, которые поступали, учились, и потом какие-то результаты были. Потом есть модные показы, культифилеты, в общем, ну, результаты какие-то есть, сто процентов. А теперь вот о вашей карьере. Вот вас наверняка встречают где-то на улице, но не все вас знают как вот именно артиста, актера, а именно как Толю Дукалеса. Как вы вообще к этому относитесь? Вот что? Жан, был момент, да, спасибо за вопрос, Жан, был момент, когда я чуть-чуть запереживал. Толя, Толя, Дукалес, Дукалес, поверь, пожалуйста, последние лет пять ко мне подходят и обращаются по имени и по фамилиям, уже по имени. То есть немножко вот это вот заштампованное Дукалес, Толя, это ушло. Хотя бывает, бывает, но ничего страшного, я понимаю, понимаю тех людей, которые так могут обратиться, потому что, знаешь, бывает сразу не вспомнить, ну, а экраны выполнить, и говорят там. Поэтому я где-то совершенно спокойно прошусь. А был момент, когда мы, ну, так, знаешь, злились, ну, как, какую Толя тебе? Я помню, была моя супруга, одна из, она назвала мне Толей, я говорю, я тебе сейчас дам Толю. Я тебе говорю, знаешь что? А вот были какие-то смешные моменты, когда вас там бабушка в магазине когда-нибудь назвала как-нибудь так? Или... Ну, были, я живу в Санкт-Петербурге, ну, а когда-то город назывался Ленинградом, и еще живы были блокадники. То есть те, кто всю блокаду прожили в Ленинграде, в осажденном. Ты знаешь, да, эту историю, в общем, о этих 900 днях, ну, в общем, не 900 дней блокадных, а, по-моему, 900. Вот этих жутких блокадных дней. И вот были немножко выжившие, они были, срекать, неуравновешенные. Ну, то есть, ну, у них был нерв такой, они тебя могли совершенно спокойно сказать, ух, морда наели. Если вот что-то было. Я первое время так, о ком-то, о ком-то, потом смотрю, да там обо мне речь-то идет, понимаешь? У меня морда. Вот, ну, ну, в основном, конечно, ленинградские бабушки, они встал добрые, были, уже их сегодня нет, к сожалению. Но есть еще дети блокады, это те люди, которые детьми были, вот период блокады, детьми были. Вот, нет, кстати, теща одна из, пережила блокаду, ну, в младенчестве у них ребенка. Ну, детей как-то удавалось кормить, а взрослые умирали. Какая ваша любимая роль, вот, которую вы сыграли, какая любимая? Понимаешь, я бы сказал так, вот, есть картина, за которой я получил больше всего призов, да, на кинофестивале, вот. Вот, но, вот, по-настоящему, по-настоящему, чтобы я гордился, вот, знаешь, какой-то одной сыгранной ролью, наверное, вот так вот, нет. Есть, знаешь, моменты, есть эпизоды, вот, период съемок, да, когда, ну, сцена удалась, когда ты приезжаешь домой после смены, ну, в рабочей, да, съемочной, и у тебя такое послевкусие, ты еще долго-долго не можешь заснуть, вспоминая, вспоминаешь такой шлейф еще, знаешь, от всего этого, вот. Но в основном эта сцена, конечно, ну, чего грехота есть, сыгранные чувства, прожитые, вернее, не сыгранные, прожитые. И, конечно, партнерша обязательно женщина. Вот только попитка от нее идет, от женщины. Сто процентов. Каких премьер с вашим участием ожидать в ближайшем будущем? Ой, «Плицейский срублевки» – это вот полнометражный художественный фильм, наверняка будет кинотеатр, наверняка, уверен. Потом сериал со странным названием «Иванько». Ну, вот такое название – «Иванько». Оно очень соприкасается с другим названием, в смысле. Но это на слух точно ложится. И поэтому я считаю, что те, кто придумывали, вот, придумали назвать таким вот образом сериал, они наверняка подразумевали, что это автоматом идет другое словечко, которое вот даже ты уверен, что уже примерно понимаешь, что это за словечко. Ну, он, наверное, так и есть. Ну, еще вот тут мы начали проект в Санкт-Петербурге, это Москва. А здесь, в Питере, что-то нечто похожее на продолжение «Улиса разбитых фонарей» только там 20-30 лет спустя. Вот так. Не знаете, на какой фильм сходить с друзьями? Не можете придумать, какую картину начать семейный кинопросмотр? Тогда внимательно смотрите и слушайте нашу афишу. «Малефисента. Владычество тьмы». Эту премьеру с Анжелиной Джоли ждали многим. Действие фильма происходит после того, как «Малефисента» наложила злые чары на принцессу Аврору. Чем закончится противостояние между темной феей и будущей королевой? Узнаете в кино. Союза не будет и свадьбы не будет! Что ты сделала? Мы идем домой. Урфинджус возвращается. Элли и ее верный пес Катошка снова окажутся в волшебной стране. И в это время коварный Урфинджус вновь попытается захватить власть в изумрудном городе. Но друзья обязательно смогут противостоять ему. У меня есть план, как захватить изумрудный город. И должен надеть серебряный туболь. А ведь это и вправду может сработать. За эту неделю наши корреспонденты получили массу эмоций. И надеюсь, вы тоже хоть раз улыбнулись, смотря нашу программу. Ну, а тем временем юные журналисты уже начали поиск новых героев и событий. Так что встретимся через неделю. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин